всем привет всем привет мы с вами сегодня будем просматривать демки и делать обзор на карту ран готи новый как сказать парка который но вышел к по competition он проходил с 11 февраля по 18 то есть буквально по позавчера по субботу прислал достаточно достаточное количество человек для этой карты смотреть будем разбираться и собственно я как человек который я не играл сделаю сейчас первый взгляд так обувь на этой карте в принципе обувь нету то есть она была скомплена без обувь и очень хорошая штука которая добавили рандомные обувь сразу исключают возможность компилить вообще без обувь это плохо ну да вот так дают нам плазму 10 патронов в падике тут урокит нам интересных и покажется очень даже будем залазить будем залазить все выше и выше я так понимаю как тебе вообще самому карта была ты вот ее играл насколько помню последний день карта в принципе неплохая даже интересное и на ней можно и побольше поиграть есть некоторые моменты которые и маппер не учил а наверно я в принципе интересовался по этому поводу потом у маппера он тоже удивлялся и так тут мы поднимаемся наверх патроны рокет плазма принципе тут получается выбора нету кроме как идти вниз вниз тут наверняка значит надо будет кидать рокет если тем более дают рокет плазму кидаем залазим как-нибудь да залазим так теперь тут нам надо вверх дают гренку тут наверно гренку как-то наперед кидали да вот так примерно я не захотяю если кидать все наперед всегда будет быстрее если бегать и потом ее ловить ну тут будет интересно посмотреть что придумают люди в принципе карта так скажем на фантазию как сможешь так и пройдешь как придумаешь так тут наверно рокет наперед будет вонга ну дизайн очень даже такой как вот мжк проходил очень даже похожий дизайн в принципе прикольно дизайн в общем падики интересные тут что у нас плазма броня все наверно вверх пока ну я пока вот такого прям сложного не вижу то есть по идее человек может пройти даже без особого скилла и ухты интересно карта вообще большая интересно если поизучать посмотреть ну да такой момент тут ну ник в этом плане хорошим умел всегда вроде бы делать карты интересное и в принципе вот важно действительно важно отметить что карту может пройти любой получается то есть она бывают карты которые не под силу нет ни каждому под силу потому и там языки триксов может быть или вот какие-то такие моменты где надо точно угол поставить новички не могут в итоге там теряют хп и убивают вот все такое ник в принципе в этом плане молодец то что позволяет игроку пройти карту так как он может ну и разнообразие роутов сразу бросается в глаза по крайней мере мне то что тут можно как попало это все пройти сейчас еще раз быстрее пройду я попробую тоже пройти показать основные элементы стены у нас в отпуске пишем с энтером ну тем тем более это дважды плюс я думаю потому что enter лично я играл и лично ее почти затащил а к сожалению я ее не недолго играл то есть 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 вероятность что я может ее еще поиграю и поставлю какой-нибудь хороший тайм ну как интересно да лично видел как enter последний день дедлайна просто выбиваясь из сил пытался пройти эту карту 136 перебил какое место посмотрим от того как его место и любил тесту ладно давай да я захожу за да так чё мы видим на старте у нас телепорт который как я понимаю будет стартовать до приходит телепорт у нас начинается старт триггер и запускается время а что здесь можно сделать после телепорта прыгать по пазикам так как здесь видимо хорошо рассчитали расстояние между падами то есть возможность не просто делать три прыжка по ним сделать выпрыг и перепрыгнуть второй пад вот как раз начинается что вариация вариация скилла я учился прыгать это дефракту цена это это теле теле джамп называется штуковина когда ты входишь телепорт и улетаешь я не могу прыгнуть ладно я прыгаю как обычно да 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 дальше имеется плазма так и понимать дается 10 плазминок хилок везде вижу плазму делаю буст наверно туда страну да как это как как обычно предполагается дальше у нас патроны для ракеты и вот как уже показал буди нам нужно вот туда наверх здесь у нас имеется хп всякие миги патроны опять же броня рокет и все 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 что нужно то есть вот начиная с этой точке у нас имеется две ракеты 40 плазминок и и в принципе все из них надо дальше как-то добираться здесь имеется две дорожки наверно ну ну да самом начале потому что как бы видел как проходили то есть либо мы по нижней дорожке подбираем вот это все залезаем там идем по верху и дальше у нас имеется два ракета мы используем или два ракеты или плазму или как-нибудь дальше залезаем или можно вот здесь вот после подбора плазмы сразу отсюда заплазмить вот сюда наверх прыгнуть к рокета а потом прыгнуть но здесь один рокет получается вот он прыгнуть назад из него тоже как-то наверх залезть их я даже прыгать не умею с этих рокетом еще раз попробую но это интересный такой вариант в принципе он достаточно много сокращает залез здесь у нас опять же патроны для плазма рокета хп и вот здесь опять патроны то есть здесь опять же несколько дорожек либо подбирать либо не подбирать либо прыгать сразу вниз и бан все нужно рассчитывать по количеству сколько останется хп брони чтобы хватило дальше проходить здесь как обычно наверное рокет вниз порог это есть попробуем отсюда вот и прыгай туда здесь можно с падением допустить рокет там оставить и вот здесь вот сложный трюк который который вроде как очевиден не знаю почему его ник не увидел когда вот у меня есть один рокет и куча плазмы можно на скорости после этой плазмы пустить рокеты вот куда-то сюда куда-то в эту стену или в пол или в общем куда-нибудь сюда потом условить его из плазмы подняться наверх и не знал не дед не использовать эту гранату которая там не знает это экономит секунды 3 или 4 пока просто поднимусь ты наверное единственный да кто так сделал я я не помню чтобы кто-то в прохождении так использовал здесь у нас опять же имеется рокет который можно подбирать можно прям сразу выплазмливать туда и здесь имеется вот такие вот как сказать бордюрчики по которым можно прыгать и между которыми можно упасть вот если криво прыгнуть это наверное надоедало очень но они во первых незаметны то есть основное большинство народу как я предполагаю просто прыгала по этим падам их не использовал да скорее всего потому что как когда видишь самое очевидное ты поэтому и идешь ты уже не замечаешь там что возле тебя дальше что можно сказать здесь у нас отбирает все оружие то есть даже если вы там накопили 10 ракет здесь у нас все отберут поэтому смысла их экономить и как-то сохранять нету вот и после телепорта у нас имеется небольшая площадь для распрыжки подбор рокета еще один рокет и дальше с ракет джампа нужно набрать скорости в вк 3 900 чуть больше 900 больше тысячи и там пустить ракет наперед а здесь в вк 3 сепим есть различия небольшие в себе можно делать выпрыгать опять же теле джамп и экономить один прыжок есть вам дабл джамп нужно делать я уж не помню ну давайте лежим образом ну да в вк 3 у вас не будет возможности сделать теле джамп придется довольствоваться тем что что у вас получится вы тут и могу сделать обычные прыжки что такое нужно после выпрыгать сразу где-то 650 скорости иметь чтобы можно было допрыгнуть до того пазика ну или просто обычными прыжками прыгаем по полу подбираем рокет стреляем стреляем вперед и ловим этот рокет который сюда летит дальше но это граната для тех кто не смог словить этот рокет или для новичков или не знаю если не догадался дальше после плазма наверх у нас опять же две дорожки мы либо можем сразу бежать вперед подбирать этот рокет который один и прыгать туда там сроки джампа или мы можем немножко вернуться назад подобрать еще один рокет который сзади плазма запрыгнуть у него подобрать его подобрать этот и у нас тогда две ракеты должна быть то есть мы можем использовать одну здесь и одно вот здесь чтобы туда запрыгнуть но это же итоге это как бы тебе возмещается на то что ты тратишь штампа но да но экономит время потому что если мы принципе есть даже очень хорошая штука называется boost который можно сделать вот здесь вот и после буста да знаю меня с запущенным стрима наверно привычно прям круто проходить вот если здесь хорошо забустить то можно сэкономить прыжок то есть одного прыжка получается сразу здесь рокет джамп или если мы приземляемся сюда то опять же получается один прыжок и опять руки джамп случае буста мы экономим время которое мы будем лететь так сейчас я хопа наберу будем и и во первых если отсюда прыгать просто то мы прыгаем сюда и подлетаем очень высоко и падаем не с одного рокета мы прям сразу сюда попадаем то есть и скорость у нас до нуля не сбрасывается на этом джамп или то есть как бы это вроде верхняя дорожка получается быстрее немного ну и из этого джамп ада опять же для новички прыгают на первый под сразу и делает два прыжка те кто может могут сделать допрыгнуть до следующего пада в обоих физиках кто поопытник кто будет контролем получше опять же телепорт либо делать какие-то теле джампы либо просто там за дабл джамп телепорт прыгать либо ходить него и что-то делать здесь у нас имеется опять же несколько дорожек в каждой комнате по несколько дорожек если мы запрыгиваем сюда и смотрим туда там буковка джей горит значит там джамп джей об сожалению на этом сервере оба выключена поэтому у меня не получится показать но в принципе после прыжка с этой плазмы в этот уголок здесь можно словить об и чуть посильнее будет скорость можно сразу заплазмить вот туда наверх если не делать об то есть можно прыгнуть сюда до плазмить чуть чуть повыше на первую пеньку как сказать платформу и потом с нее уже подобрав хп дальше опять же все пьем и выкуторить чуть-чуть тоже есть различие можно здесь сделать дабл джамп и как бы скорости будет больше и быстрее завязаешь наверх мы думал по дымкам увидим точно грамм целую разницу в дорожках тем более что есть топ дымка эффекта насколько успел заметить это дымка роде там оценим принципе разницу в путях шоу здесь у нас опять же дают рокет рипом я посмотрел сколько дают посмотрим 222 дают здесь еще два вот здесь вот и дальше очень большая комната которая надо прилетать либо сбоку либо сверху предполагается что сверху я внутри я не играл не могу сказать об об ладно здесь опять же судя по тому как она все выглядит предполагается что надо туда под запускать рокета его ловить и опять же два варианта либо один рокет пускать и ловить один и бы опускать два рокета либо не знаю и вообще сбоку как-нибудь опрыгнуть и ни одного рокета не пускать но вроде рокет наперед предполагается здесь можно наверное как-то сбоку и там еще рокет наперед как-то накинуть ну вариации очень много принципе вот как и показал рокет стреляешь и плазмой вверх куда-то плазмишь здесь у нас опять же граната для тех кто не смог словить рокет и для тестирования наверно карты не совсем понимаю зачем вот это вот здесь лежит а может совсем для но вы хорошо и здесь в этой последней комнате здесь имеется один джампад ой никакой джампад рампа там находящийся перед финишем опять же два варианта либо прыгаем сразу в ту дырочку в проход либо прыгаем на эту рампу которая нам дает немножко ускорения если это cpn то нам проще вывернуть чуть налево завернуть и скорость у нас сохранится в баку 3 вроде бы тоже проще туда прыгать ну да рампа в принципе не очень полезная потому что в любом случае тут у вас ну сохраняется либо рокеты либо плазма потом еще остатки и можно возместить скорость которую вы не получите от рампы игнорируя ее ты как бы плазмоклимбом либо рокетом то есть в принципе плазма тут ой рампа бесполезная ходу сколько я понимаю в общем вот как то так карта очень хорошая интересная поиграть ее тоже было интересно я попробую сейчас конечно пройти как я ее проходил не знаю насколько это поможет мне получится у меня я сейчас не могу наверно с записью делать не бустов ничего ну так хотя бы немножко ковну элементами так скажем как здесь подбирался рокет для того чтобы он у меня был здесь я брал плат это броню хп потому что без них мне не хватало ничего как раз остается два рокета я использую один сколько много скорость очень было один пускал вперед ловил его здесь поднимался здесь можно сделать еще один буст с плазмы попробуем может будет все-таки получится но здесь не легкий такой boost с плазм будет в основном все карты как бы нон-стоп пресс проходится без остановок поеда должно без остановок а быстро проходится и опять не смог рокет запустить сделал брус на домах но не успел подпрыгнуть 1 ты был и красиво здесь использовал те же два рокета чтобы сюда запрыгнуть здесь по моему с дабл джампа хотя я не помню нет без него да выпрыгнул из подправ плазму в два прохода то есть я не делал тому мне кажется так проще сюда использовал рокет пол из прыжка и там ловил два рокета очень плохо получилось не словил да почти залез а вот для тебя как разник нужен ну и в принципе рокетом от стенки а вот это вот отсюда а то ты прыгал до финиша ну нормально 2 минуты а ну чтож наверное будем смотреть демки да давай посмотрим демки посмотрим что нам предлагают нынешние поколения по прохождению варкапа так но начнем с самый медленный тринвер начнем да свыку 3 сначала весь посмотрим потом себе там скилл делаем полтора сначала не давай первую демку я посмотрю в нормальном пас потом посмотрим если будет очень очень медленно тогда наверно ускоримся раз-два-три так демка или гада это молодой молодой прогрессирующий с конфигом аякса для tfvc 14 года ну так в принципе особо без запиночек ну как почти без запиночек но у него по моему цпм у него всегда лучше ну интересно решил подняться прямо горизонтально возможно следовало внутри тоже посмотреть карту на да нет особо то в дымках обычно ну разница видна то есть мы показываем все чем-то остановился после телепорта распроигрывается на скорость и не хватало чтобы допрыгнуть да да видимо не всегда хватало и он решил чтоб наверняка вот делать вот так в принципе так вот если смотреть частично как бы элементами определенными то проки джампы достаточно ровно и если так уж климп тоже четкий допрыгнул из под а тем более вот допрыгнул но он в цпм демки как правило лучше посылает насколько мы могли заметить снгк по еще интересно тоже ну как будто тест ну вот это для него поставил ник ну и распределяться все таки забирается тоже игнорирует рамку делает boost с плазмы надеюсь как и заканчивать хорошо следующая демка давай все таки поставлю полтора наверно 1.5 запускаю какого фиоса до фиоса раз два три фиоса уже быстрее на 40 секунд грубо говоря фиос уже более прогрессивно будет я начали испугался так быстро вот он использовал проход как я показывал ну почти такой же да подбирают все патроны заболевал и две ракеты вначале белой 2x ну ты используешь ракета круто да в принципе достаточно так мне кажется слишком быстро смотреться как такой скорости но 13 можно не долетел к сожалению вот сроки джампа там но в целом вот так вот стоит отметить что пацаны реально растут то есть них по моему не видно особо в оффлайн он онлайне и сын же капа из сравнивать их скилл достаточно как они более прогрессируют ну прогрессивно прогрессивно таких начинают играть один и три сделан нет я просто один поставлю пускай будет чуть дольше запись на 5-10 минут на хорошо следующий шмыга 11 запуск как как говорить просто забыл просто запускаем хорошо шлубе уже старичок старичок старичков так скажем он же андет айра он же квазар я помню никто он же нет кстати квазар это не у него нифига нет ни у него не помнишь все эти фейки я знаю потому что квазар это мой брат иногда заходил под таким ником да но он вообще не дифраграм просто заходил по спектрисе что-то попрыгать не неплохо сделал кстати ракет шмудра словил назад не прыгал и через пар тоже не попрыгивал да ну может быть у него не всегда получалось он ну бывают такие моменты когда ты ведешь на плюс на рекорд и не хочешь допустим зафейлиться в каком-нибудь месте и делаешь наверняка так бывает использовал три ракеты не вылетел окажется надо было на плазму переключаться было бы лучше ну закончил так нормально в принципе мог и исправить свои недочеты шмыга я тебе скажу исправляет делай нормальные реки чтобы мы с тобой восхищались ты же андет аэро и бронский глазите нюк следующий на пуск на 5 секунд быстрее в принципе должны наверное минус вот эти вот недочеты быть примерно синон и накид и косяки о технично да я где-то использовал запрыгнул сразу наверх анюк нас я помню удивил на финальной карте мжк паника где он обнаружил клип в конце ну ты начал классно пройдено почти без косяков все если он ставит все эти ракеты пусть должна быть вот здесь уже очень достойно я скажу возможно здесь он просто в принципе как-то не решался ну то есть может считал что скилла не хватает или что-то еще езды перелетел яму в принципе четкая плазма с плазмой нормально поднялся сохранился да не слою чуть-чуть конечно прошел достойный люк люк молодец прошел еще в середине словил был бы намного короче перебил до пара человек следующий при при гант 1 кутри почему-то запускай запускать запуск на нажал вы кутри одни русские пачку никто не youtube не послал мне демон обычный демон ортон еще что вот как и показывал да он даже ракет что не подбирал да нельзя не подобрал уроки по образу вниз он вообще все из достаточно было один прыжок сделать андороги фотограф хотя ноутон наверх запустил это вроде наверх запускать есть чуть чуть быстрее получается ну по таймингу там ну в целом от карты наверно будет зависеть как пускать поймал да слушаю еще молодец очень-очень даже плазма джамп вот это да вот здесь он как раз об использовал сразу наверху два раза да да ну как минимум нашел тут тоже в принципе во 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 вот это да бригад твой кубер и угол в принципе неплохой поставил да вообще классно прошел эффект на вырза должен вообще чудесект 1 0 4 так он последний остался до на первом месте прошла запуская он ребенок хорош брюгант нюк молодцы учек сач продолжать в том же духе это демка в онлайне записано могу сказать на каком он месте онлайн таблица там в принципе кто захочет может посмотреть на 3df.org если их интересно 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 у меня тоже там есть 122 на ухо тренинг проходил ами раз да и как он через свой по чекам на пока плюс 7 секунд уже четко плазма в принципе эффект скиловый чувак если он не будет лениться он будет ставить теки он оставит ну да он ставит кстати говоря просто много карт насколько знаю пропускает типа шлак не буду играть а вот второе место у него плюс 4 это наверное от youtube на это было когда он записывал а сейчас неизвестно ладно сейчас да может там уже добавилось ну что шоу до цпм начинаем просматривать начнем с у нас там по 4b рожанда пап тут будет наверно в цпм интересно посмотреть разлад роута у него как-то дрожит мышка может смените мы ее может ему сенс поставить поменьше я слышал у некоторых игроков сенс вообще очень маленький ой большой ну зерка допустим около 30 что ли 30 селс представляешь у меня у меня три это наверное это дальше сенс это разница в скиле чем не так чтобы очень сильно влияет так но все равно точность к определенных движений как ну тот же стрельк допустим тебя будет четче чем веру потому что у тебя сенс так к примеру хаббл джампа не пустил мог бы попробовать так мне кажется он не постарался дать я знаю как я видел как он в принципе может играть вот заюзал рампу 118 так средненько следующий деликада 1 2 3 уже на 2 можно сказать секунды быстрее я думаю дельгада будет смотреть почетче уже да не такая дерганая мышка да ну мы очень часто говорим говорили что цепеймеры вам надо менять сенс потому что там много было людей у которых рука просто как будто судорога но он по моему точно так же руку 3 до проходил попытался сделать пуст четыре раза не получилось хотел хотел и потом и ладно я пытался неплохо сроки там сделал теле джамп на 590 стрейк и стрейк и стрейк и оп оп запустил поймал слушать да все равно поймал кнопки взял хилку и промахнулся два раза упал на если не падение было бы 3-4 быстрее что-то бригада нас разочаровывает и братан давай это давай без этого на этом все еще раз ты окей он больше налево попробуй пара познать стыбу стык не зайдет оба жара жара пошла молодец следующий эфиоп пожал эффект тоже постоянный гость варкапов в принципе за что ему и спасибо потому что очень даже очень приятно видеть что люди шлют в принципе даже одни и те же шлют новых лет новые лица еще приятнее так что пацаны шлите присылайте будем смотреть будем оценивать будем давать возможно какие-то советы получил до обе глянка наперёд но бригада на пересу тебя не получился буст не хватило он даже без без граната совсем без гранаты и так даже не пробовал оказывается так можно было собам блин угол конечно желает лучшего в принципе может быть у него нету не выставлены углы он не знает вслепую играет как ракета помогает себе да все равно да слушай нормальное прохождение так у нас из mdf 4 демки которые будут самом конце хорошо 4 3 3 так следующий я забыл на кеме на ком остановился так следующий рикошер каши жары каши австралия тоже в принципе постоянно шлет тоже парень молодец вот у него полу сэнс тоже гитий видны то что как-то все поля сливите ладно зеркали ракеты принципе сушь зали заюзал сразу каши интерес ты взял как-то за 1 хп я же думал буст попробуй когда тоже бы муцель напрашивалась ну я думаю он хотел запустить но увидел наверно что не получается не стал рисковать хотя в принципе мог я думаю из джампада в принципе ну в этом наверно основной плюс у него углы почетче в принципе прохождение как-то более так без особых задержек или у него может настолько маленький сенс что видишь его кому-то мышку переставляет 0 3 там хорошо ха следующий нажал останется не так что много народа the fast has раритетный мир наверняка игрок подбирал бегу зачем-то вроде без нее можно было не останавливаясь ну может не тестил без нее или не хватало ему по каким-то причинам но в принципе вот все четко пока и углы тайминг гренки стрейф более-менее четкий теледжампы ну теледжампы подровнять конечно опять же без руки к наперед ну мне кажется он знал что там нужно его делать он там все равно напрашивается без губа делал почти словил на то летел нормально вполне сильно так и так могли 16 так хорошо следующее у нас будет так кто сначала кг или эффекта у них одинаковый тайм кстати у то да у двоих у к джей гмс аж и у эффекта или подожди разную почему-то дожди а mdf и q3 я да да все разные я на физику не посмотрел так сначала к джей гмс аж не знаю кто это это куджик у джимоши насколько я знаю как на жалко это тоже шмыга у него видимо раздувение личности на цепи было кутри ну уже четко теперь цпм это его наверно стихия больше ракета нормальный подбор всего вот так достаточно быстренько кстати пока что ну карта сама по себе нелегкая даже если выполнять без особых срез она все равно будет как бы такая не сам не из простых чтобы ее спокойно пройти быстро не решился вперед лететь хотел наверно хотел решил не буду не буду себе плюс портить пройду тихонечко зачем-то добавляли себе высоту кстати ну сделал четкий урок когда основил рампу хорошо и заплазмил отлично тоже так следующий у нас будет как раз эффект онлайн прохождением но секунду быстрее посмотрим как где-то сделал эффект и делал выпрыг делал густ как раз после подбора плазма использовал два рокета ну почетче делать чем почти какой-то 3 моши да вот здесь наверно он выиграл в этом моменте секунду отбил не словил рокет а он в конце не раздел быстрее скорее всего да взял дополнительный рокет сзади пролетел без чем подано где-то здесь он скорее всего где запускал руки вперед он там немножко отстал и тут вот наверстал получается даже два раза запоролосы да и верно лень было просто переигрывать осталось у нас четыре человека бригант бриган давай порадуй нас вновь таймскейл несмотря на таймскейл в принципе приняли демку без подбора ракета как когда что ли ну да а это он видал сделал без руки то вроде вроде да помню точно в обувь неплохо гринка наперёд 2 прыжка вроде должны экономить и это полторы секунды но в дальнейшем они эти рокеты обычно должны перекрывать это все да если ты там запускаешь вот как ты говоришь что я уберет принципе перекрывать нужно с лихвой если там наперёд к закидываю делаем сон тоже неплохой вариант нормально четко словил ракеты заплазнил приемлемо секунду и минуты и секунды очень даже нормально перебил шмыгу шмыга то вообще топчик эффект топчик бригад вообще растет скоро винтера будет перевод юбе раша посмотрим будет ли у нее что-нибудь интересное движение в принципе четки не теряется особо не стал подбирать там на платформе взял и руки как он взял руки использовал даже если бы он взял низ и не использовав это был бы фрилка словил рокет неплохо взял дополнительный слушай ну молодец хорошо проходит по итогу 2 сделал да по x доплазмил угол очень даже хороший сделал неплохо так осталось два человека теперь моя до 56 топ-2 самое прохождение жал ну здесь я считаю очень много где запоролся ну давай прокомментируй начало в принципе неплохой буст получился и прострейфить все даже же нормально получился подобрал как раз все что нужно запустил рокет наперед словил его дальше к сожалению меня очень плохо получился boost и я вот здесь очень медленно прыгал то есть где-то секунду с лишним можно засеивать но тут туда кстати тут по идее ты мог если это сделал нормально то выиграл так получается что здесь я вот запорол очень сильно то есть там уже на 1 секунда-полторы есть дабл джамп у меня не получился все прыгал медленно здесь коротко да ну ракеты как всегда четкие метр умеет и в принципе и ну на твой взгляд примерно вот сколько будет вот если если чистый ряд более-менее да я думаю где-то 52 53 точно и не скажу не знаю я просто гипотетически говорю потому что по чекам но я там плюс полторы делал только в телепорте после подъема наверх ну 56 и 9 минус 3 секунды это уже 53 получается то есть где-то 2 3 может быть если все чисто пройти там 5150 но это уже гипотетический фиг знает это уже 4 хорошо avenger 55 и 4 перебил меня на чуть больше чем на секунду нажал он же роди он же старичок он же советский дефрагер перепрыгнул через под также не использовал boost но и он здесь немного дает этот буст совсем не используя использовала rocket служи за сейл прыжок но он здесь и граната использовал да ну получается грубо говоря равноценно вот он здесь руки продал я думаю что у меня быстрее то есть рокет наперед он как раз экономит это все но это граната поднялся наверх использовал второй рокет дополнительный поднялся тоже как-то ух ты не ходил дальше кстати но он тут много выиграл по идее не знаю сколько честно вообще не знаю но чеки до оффлайн к сожалению но вот так на взгляд принципе моментами у тебя то есть если наверняка если собрать его до чеки лучшие как но вот моменты вот как он допустим не зашел в эту кабиночку за дополнительным рокетом там хп но в конце там как раз как раз он из-за того что давай медленно включу и он там скилл 2 002 да нет ну 05 короче сейчас там скилл 0.5 enter 1 2 3 давай еще раз не футберку давай вот начале он перепрыгивает подбирает плазму принципе нормально все плазмет начала такой же как у меня дальше он использует сначала сейчас он должен сначала плазму использовать потом рокета не остался один рокет видишь он не заходит налево он берет просто пп из кидая дороге а мне чтобы использовать еще дальше рокет нужны еще один дополнительный где-то взять из-за того что я подбираю я как раз теряю там время и но он теряет вот тут дружина за время скорее всего окажется граната дольше ждать чем подбирать один рокет ну и здесь у него за счет этого рокета быстрее знаю может там уснуть хорошо и ну если да нет и сравним конкретно твою дымку понятно что там можно пуснуть в принципе на 900 и будет то же самое без быстрее ну здесь он за руки там назад возвращены ходил здесь пуст тоже не делал у него просто один прыжок и как бы подъем наверх и какое-то время потерял вот если в моментами взять ну что могу сказать да он как бы запорол много мест но все-таки он топ-1 ну вот мне в конец у него понравился то что он но это мне не быстрее должно за счет я не знаю насколько тебе старее ну ты можешь если будешь играть ты можешь затестить принципе можно же почетче заплазмить и плюс у него один рокет еще оставался еще в общем то остается то же самое все по идее только он юзует я не шаг я понял нужно сравнивать и смотреть так вот в принципе вот он обзор я сейчас переключу сцену результаты петиш на дот на в сайте дифракру можно посмотреть здесь видно кто на каком месте эффект был на первом месте ваку-3 avenger был на первом месте в cpm демки вот они можно скачать посмотреть разобрать и принципе вот можете все заходите все смотреть ну и участвуйте в новом накапе обязательно хажи не просто так аякс старается участвуйте в следующем и наверное батики какие-нибудь участвуют поиграть покажут как надо молокососом всяким вот собственно спасибо что смотрели да всем всем спасибо за просмотр надеюсь энтуру спасибо отдельно за участие все всем пока увидимся давай всем удачи спасибо